Когда же узнал Иисус о дошедшем до фарисеев слухе, что Он более приобретает учеников и крестит, нежели Иоанн, хотя Сам Иисус не крестил, а ученики Его, то оставил Иудею и пошел опять в Галилею, надлежало же Ему проходить через Самарию. И так приходит Он в город Самарийской, называемый Сихарь, близ участка земли, данного Иаковом сыну своему Иосифу. Там был колодезь Иаковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Было около шестого часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей, дай мне пить, ибо ученики Его отлучились в город купить пищи. Женщина Самарянская говорит Ему, как ты, будучи иудей, просишь пить у меня, Самарянки? Ибо иудеи с Самарянами не сообщаются. Иисус сказал ей в ответ, если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе, дай мне пить, то ты сама просила бы у Него, и Он дал бы тебе воду живую. Женщина говорит Ему, господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодезь глубок. Откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодезь, и сам из него пил и дети его, и скот его? Иисус сказал ей в ответ, всякий пьющий воду сию, возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую Я дам Ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую Я дам Ему, сделается в Нем источником воды, текущей в жизнь вечную. Женщина говорит Ему, господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать. Иисус говорит ей, пойди, позови мужа твоего и приди сюда. Женщина сказала в ответ, у меня нет мужа. Иисус говорит ей, правду ты сказала, что у тебя нет мужа. Ибо у тебя было пять мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала. Женщина говорит Ему, Господи, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме. Иисус говорит ей, поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяйтесь, а мы знаем, чему кланяемся. Ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе и Истине. Ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и Истине. Женщина говорит Ему, Знаю, что придет Мессия, то есть Христос. Когда Он придет, то возвестит нам все. И Иисус говорит ей, Это Я, который говорю с тобой. В это время пришли ученики Его и удивились, что Он разговаривал с женщиной. Однако ж ни один не сказал, чего ты требуешь или о чем говоришь с нею. Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город. И говорит людям, Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Не он ли Христос? Они вышли из города и пошли к Нему. Между тем ученики просили Его, говоря, Рави, ешь. Но Он сказал им, У Меня есть пища, которой вы не знаете. Посему ученики говорили между Собою, Разве кто принес Ему есть? И Иисус говорит им, Моя пища есть творить волю пославшего Меня и совершить дело Его. Не говорите ли вы, что еще четыре месяца и наступит жатва? А Я говорю вам, Возведите очи ваши и посмотрите на Нивы, Как они побелели и поспели к жатве. Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную. Так что и сеющий, и жнущий вместе радоваться будут. Ибо в этом случае справедливое изречение. Один сеет, а другой жнет. Я послал вас жать то, над чем вы не трудились. Другие трудились. А вы вошли в труд их. И многие самаряне из города того Уверовали в Него по слову женщины, Свидетельствовавшей, Что Он сказал ей все, что она сделала. И потому, когда пришли к Нему самаряне, То просили Его побыть у них. И Он пробыл там два дня. И еще большее число уверовали по Его слову. А женщине той говорили, Уже не по твоим речам веруем, Ибо сами слышали и узнали, Что Он истинно Спаситель мира, Христос. По прошествии же двух дней Он вышел оттуда и пошел в Галилею. Ибо сам Иисус свидетельствовал, Что пророк не имеет чести в Своем Отечестве. Когда пришел Он в Галилею, То Галилеи не приняли Его, Видев все, что Он сделал в Иерусалиме в праздник, Ибо и они ходили на праздник. Итак, Иисус опять пришел в Канну Галилейскую, Где притворил воду в вино. В Капернауме был некоторый царедворец, У которого сын был болен. Он, услышав, что Иисус пришел из Иудеи в Галилею, Пришел к Нему и просил Его Прийти и исцелить Сына Его, Который был при смерти. Иисус сказал Ему, Вы не уверуете, Если не увидите знамени и чудес. Царедворец говорит Ему, Господи, приди, пока не умер Сын Мой. Иисус говорит Ему, Пойди, Сын Твой здоров. Он поверил Слову, Которое сказал Ему Иисус, И пошел. На дороге встретили Его, Слуги Его, И сказали, Сын Твой здоров. Он спросил у них, В котором часу стало Ему легче? Ему сказали, Вчера в седьмом часу горячка оставила Ему. Из этого Отец узнал, Что это был тот час, В который Иисус сказал Ему, Сын Твой здоров, И уверовал Сам И весь дом Его. Это второе чудо сотворил Иисус, Возвратившись из Иудеи в Галилею.